Константин, рада приветствовать тебя в родине. Какие первые впечатления от команды и как состоялся твой переход? Спасибо большое за добрый прием, теплый. В принципе, первые впечатления у меня отличные, очень хороший коллектив. Сразу в раздевалку видел, насколько команда дружная и все друг за друга. Как и от тренировочного процесса тоже остались только положительные эмоции. Скажи, как произошел переход в родину? Почему именно ты решил продолжить карьеру в нашем клубе? Мы знаем, что это был достаточно длительный процесс. Да, на самом деле это все длилось больше полутора месяца. Так получилось то, что прошлый сезон встретились в таковых матчах, когда я был в Нижнем Новгороде. Очень понравилась игра команды, которую показывал против клуба премьер-лиги. И так совпало, что появился вариант присоединиться к вам и с радостью сделал выбор. Насколько я понимаю, у вас была некая встреча с Алексеем Николаевичем Зининым, с главным тренером тоже, который проявлял интерес к тебе. Как шел процесс переговоров? В принципе, процесс переговоров шел отлично, с моей стороны и со стороны футбольного клуба Родины. Было все предельно ясно. Оставалось только договориться уже между клубами. Что уже знал о клубе и, может быть, собирал информацию? Знаю то, что это молодой перспективный клуб с большими амбициями. Задача выйти в премьер-лигу. Будем стараться выполнять ее. Наверняка ты общался с Димой Маркетесовым, с Александром Бесчистенком, с которыми вы дружите, насколько я понимаю. Да, да, да. Конечно, когда появился вариант, я первым делом спросил у ребят, как здесь в коллективе, как тренировочный процесс. Все отзывались очень тепло и сказали то, что надо ехать. Артем Воробаев сыграл какую-то роль, потому что вы вместе выступали за Спартак 2, как и с Димой Маркетесовым? Роль особо не сыграл, но совет дал. У него уже все-таки ребенок, он уже такой опытный мужичок, поэтому прислушался. Кто-то услышал от ребят? Когда еще отпуск только начался, решил спросить, как вообще здесь все устроено, доволен ли он сам своим нахождением в этом клубе? Он сказал, да, то, что все отлично, все через мяч, все игровое и ставит комбинационный футбол, то, что нужно. А для тебя вот эти места очень хорошо ведь знакомы? Ну, относительно, да. Здесь рядом Академия Спартака, который провел немало матчей. Ну, доводилось здесь тренироваться, может быть, даже какие-то матчи проводить? Тренироваться нет, но там были чемпионаты России на юношеском уровне, поэтому, да, пару матчей здесь играл. Что скажешь о приеме? Как тебя ребята стесни? Что сказали? Что сказал тренерский штаб? Прием очень теплый, как я уже говорил, но единственное то, что в коридоре так нормально прогнали меня, по спине понадавали, а так в целом все хорошо. Тренер посоветовал быстрее влиться в коллектив. В Спартаке 2 ты уже играл в первой лиге и становился лучшим бомбардиром команды. Здесь, может быть, тоже какие-то цели себе поставишь? Да, конечно, цель всегда должна присутствовать в жизни футболиста. Хочется по максимуму помогать команде результативные действия, но в первую очередь главное побеждать и подниматься вверх по турниру таблицы. А что скажешь о самой тренировке? А то ты, может быть, новой даже увидел. Довольно-таки интенсивная тренировка, как и положено в середине недели. Понравилось то, что было все с мячом, та же разминка через мяч и всякие квадраты. То есть вообще все здорово с мячом.